Всем привет, друзья, вы на канале Crypto Commons и что мы видим? Рынки достаточно уверенно отскакивают. Вчера в нашем телеграм-канале я сделал пост, когда увидел вот такую замечательную штуку по Market Sipher, по нашему любимому VMC Sipher. Вот эти, видите, уменьшающиеся волны снизу, которые говорят о том, что money flow скоро станет зеленый и, соответственно, мы имеем дело с хорошим отскоком. И цели по этому отскоку у нас технические в районе 51-52 тысяч долларов по биточку, и это только в рамках отскока. А глобальные цели 150-300к, как бы ничего не поменялось, сейчас все объясню. Поэтому, если вам нравится криптоконтент, обязательно подписывайтесь, ставьте лайк, жмите на колокольчик и на все дела, чтобы не пропустить следующие апдейты. Итак, один из лидеров сегодняшнего дня это AudioCoin, токен проекта Audios. Если вы не в курсе за этот проект, то обязательно ознакомьтесь с ним. Это такой децентрализованный SoundCloud типа. Короче, это сервис для загрузки своей музыки туда, звуков и всего такого прочего. Вот у меня там тоже есть страница, если кто не знал, я вообще музыкант, и наша музыка здесь в Audios. Ссылку добавлю в описание, обязательно по ней перейдите, поддержите, поставьте лайк, подпишитесь и тому подобное. Вот, кто меня смотрит давно, вы знаете, я про этот токен давно говорю, и его аккумулировал, торговал, и сейчас мы это обсудим. Смотрите, в моменте мы видим очень хороший памп с 70 центов на 1.27$, в моменте даже на 76% он пампанул. Но сейчас с учетом отката и всего прочего он пампанул на 50 с чем-то процентов за сутки. Неплохой такой рост, скажете вы, и скажете, ну все, это памп и дамп, гринни, надо уже шортить. И, может быть, локально вы окажетесь право, может быть, он сейчас откорректируется до сетки MA Ribbon, если считать, что это конец импульса, допустим, который начался вот здесь, да, то коррекционно куда-нибудь на 61.8$ по FIBA мы можем вернуться в район там 0.93$, как вариант. Но можем и не вернуться, сами понимаете, а полететь дальше наверх. Поэтому тут надо отдаляться и понимать, что происходит вообще с аудиокоином. Давно мы его не смотрели. И я поразительную штуку здесь нашел. Я, конечно, извиняюсь, что я говорю это уже после пампа, вы скажете, это памп. Вчера на стриме я его не посмотрел, к сожалению. Смотрите, здесь было все в желтых точках и в диверах, 4-х часовик. Вот здесь была желтая точка, здесь, как всегда, 3 желтые точки. И после этого мы начинаем отрабатывать, видите, как точно. И я удивился другому, что вот это все линии, которые я здесь рисовал, это я рисовал еще много месяцев назад. Скорее всего, где-то вот здесь, в районе первых желтых точек, это я рисовал. Потому что я давно его не смотрел, и я нарисовал по нему падающий клин. И вот этот вот уровень поддержки предыдущий, который, возможно, отработает. И посмотрите, как точно он дошел до этого уровня поддержки и выбился из падающего клина сейчас наверх. Поэтому, ребят, кто хочет торговать аудиос, на мой взгляд, он все еще достаточно дешевый. Посмотрите, где он был. Этот токен ходил на 5 долларов прошлой весной, на 4 доллара он был. И сейчас вернулся к сильному уровню поддержки и все еще достаточно дешевый. Тем не менее, давайте не забывать, что проект новый. Мы пока не видим, где он его дно. Возможно, что это ложный отскок дохлой кошки. Он пойдет еще ниже. Тогда как бы на всю котлету сейчас у него влетать точно никому не рекомендую. Я лично что делал? Я его покупал сначала здесь, потом разгружал. Вот у меня с трейдом на аудио вообще было все идеально. То есть, редко так бывает. Я его покупал внизу, потом разгружал наверху, грубо говоря. И потом снова покупал внизу, вот в этих значениях. И снова разгружал примерно наверху. Ну, может быть, где-то вот здесь, я уже не помню. И, короче, я из него практически полностью вышел. У меня какие-то копейки в нем. И вот сейчас я думаю, что можно, в принципе, в него зайти. Может быть, подождать небольшой откатик. Но как бы небольшого отката, может, и не будет. Поэтому на споте, я думаю, в него уже зайти. А в марджине, ну, пока, наверное, не торопится его торговать. Посмотреть, как он себя поведет еще. Вот. Тем не менее, проект бомбический. Еще раз говорю, это как новый саундклауд. Очень классный сервис. Очень много классной музыки. И там можно зарабатывать эти аудио токены, выполняя несложные задания, типа послушав там треки, загрузив свои треки, скачав мобильное приложение и так далее и тому подобное. Вот. И плюс ко всему, аудио добавили на нашей любимой бирже Bybit. Не так давно, видимо. Вот он тут торгуется. Так что вы можете, если на Binance не хотите это делать, можете спокойно торговать его на Bybit. Можете шортить на свой страх и риск, если вам кажется, что он перекуплен, можете лонговать. Но дисклеймер, естественно, не финансовый совет. Прокрутив вниз этого ролика, найдете ссылку на Bybit. Лучшую биржу вообще, ребята, в сфере деривативов и также с недавних пор и в сфере спот торговли тоже. Вот, собственно, держу здесь все свои лонги. Dash, BTC, ETH, XRP, BitDAO, Polkadot. И думаю, что этот сигнал по аудио, это не что иное, как предвестник супер-мега-пампа. Ребята, потому что, еще раз хочу вам сказать, приближаясь вот на 30-ти минутный таймфрейм, что мы здесь видим интересного? Смотрите-ка. Опа. Что это у нас такое? Правильно. Медвежий дивер. Все говорят, вот, медвежий дивер, будем падать. Вот здесь тоже у нас был медвежий дивер. В итоге, что мы видим? Медвежий дивер, супер-мега-рост. Сейчас у нас очередной медвежий дивер. Возможно, что будет очередной супер-мега-рост, потому что money flow зеленый. Ну, давайте-ка посмотрим биткоин. О чем нам с вами говорит биткоин? Тоже, посмотрите, все в медвежьих диверах. Вот здесь, вот здесь. И, ну, это, слушайте, это 30-ти минутный таймфрейм, это даже не серьезно. Отдаляемся на 4-х часовик. Видим тут достаточно устойчивый аптренд. Видим тут уже начинающийся зеленый money flow. Отдаляемся на дневку. Видим тут окончание красного money flow. Похоже, что. И начало зеленого. Очень хорошие плотные свечи хайка-наши. Кстати, про свечи хайка-наши мы перевели видос Бенджамина Ковена, топового аналитика, суперполезный видос. Посмотрите, сейчас он появится там сверху. Свечи хайка-наши очень круто помогают анализировать, распознать тренд движения цены. Вот, но на дневках, друзья мои, и как я уже сказал в начале видео, меня просто поразило то, что я увидел вот эту вот ситуацию. Вот эти синие волны, которые уменьшаются с каждым разом, это очень верный знак по сайферу, по VMC сайферу, нашему любимому индикатору, на то, что дальше будет сильное бычье движение. Смотрите, здесь, во-первых, зеленый money flow уже практически очевиден, потому что красный заканчивается. И вот эта бычая траектория этих минимумов говорит нам о том, что дальше они пойдут наверх, эти пики, и, соответственно, сайфер развернется, и цена тоже улетит сильно наверх. Поэтому сейчас даже самые прожженные медведи ждут уровень 52, и совершенно не безосновательно ждут, потому что даже в рамках технического отскока он напрашивается перед походом вниз в дальнейшем. Но я как бы к вам говорю, ребята, там, скорее всего, всех начнут стричь. Сюда мы дойдем практически со стопроцентной вероятностью. Но дальше начнется стрижка хомяков. Если все здесь начнут фиксировать прибыль и выходить с рынка, или шортить иными словами, то мы полетим еще выше очень даже легко. Олесио Растани сегодня выпустил видос, что по сезонному, мы скоро входим в апрель месяц, и вот этот период, апрель, мая, весна, обычно биткоин очень крутые возвраты показывает, даже когда валяется ниже недельных мувингов. Так что сейчас статистически у биткоина есть все шансы очень сильно вырасти, и Олесио говорит даже про уровни там типа в 70 тысяч долларов и выше. Поэтому, ребята, очень бычий расклад. Причем кто-то в чате мне сказал, что ну тут нету бычьей дивергенции, гринь. Посмотри здесь. И минимумы в цене растут, и минимумы на осцилляторы. Да, но вы, наверное, будете приятно удивлены, ребята. Откройте график Dash, и вы увидите тут этот бычий дивер. Смотрите. Здесь минимумы в цене падали, а в осцилляторе росли. Так что вот он. Вот она бычья дивергенция, ребята. По Dash я жду просто супер мульти иксы. Красный Money Flow тоже снизходит на нет. Начинается зеленый. Короче, ребята, мы входим, похоже, в альт-сезон. Никто уже в это не верит. Но я думаю, что сейчас будет вот так вот. И есть только один способ узнать, как говорится. Поэтому соблюдайте риск-менеджмент, торгуйте осторожно, на споте ходите, на маржинальном портфеле плавно разгружайтесь по мере роста цены, и будет вам профит. Опять же, желтая точка скоро даст о себе знать. И в подтверждение моих слов, похоже, что эфир классик начинает пампить тоже. Посмотрите, ребята, эфир классик. Прямо сейчас когда-то записываю, на 15% к битку только поднялся, и к доллару тоже. После вот этой желтой точки. Поэтому, друзья мои, я вам серьезно еще раз говорю про то, что мы входим в альт-сезон, поэтому позаботьтесь о том, чтобы вы не просидели вне рынка. Так что, друзья, все решения принимайте сами, дисклеймер, не финансовый совет. Я просто вам говорю, что я сам делаю. Вы делайте, что хотите. Если хотите, шортите, это ваши проблемы. Но если вы понимаете, что это в рынках, то шортить у дна так себе идея. Все, я все сказал. Спасибо, что посмотрели. Все ссылки в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Скоро увидимся. Всем профитролей. Пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»